Всем-всем-всем большой привет! Это Наташа Гром и снова добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас, скорее всего, последнее видео про Новый год, потому что сколько можно мусорить эту тему. И, наверное, сегодня мы поговорим о ёлках и о том, какое было празднование Нового года. Такое название у видео не случайно, потому что я ничего подобного на YouTube не видела. Видела только историю моего канала, историю моих волос, историю моей жизни, историю моей любви и так далее. Но так как тема новогодняя, мне бы хотелось как можно больше максимально затронуть тематику ёлок и празднование Нового года. Потому что сегодня выпуск именно такой, как бы постпраздничный происходит. Не знаю, как у вас, друзья, у меня родители всегда с самого детства приучали меня к тому, что Новый год должен быть самой настоящей живой ёлкой. Без этого Новый год не Новый год. И, как вы знаете, многие дети всегда хотят домой именно настоящую живую ёлку. Я считаю, что, с одной стороны, их очень жалко, что так... это же как бы дерево-то умирает. А с другой стороны, блин, это так круто, когда у тебя вот такое вот дерево стоит дома. Единственная какая проблема, что после праздника всё начинает сыпаться, и дерево принимает вот такую вот форму. Ну, то есть оно начинает сыхаться, несмотря на то, что вы его поливаете. И это очень грустно, когда дерево умирает, но на самом деле, как бы, вот такое вот становится. И... а выбрасывать-то его жалко, потому что очень хочется, чтобы как можно дольше оно простояло, и как можно больше приносило радости. Но, блин, это реально очень грустно, когда вот так вот. За всю жизнь, наверное, у меня один раз всего лишь была искусственная ёлка, когда мне было 16 лет, родители купили к себе домой и просто поставили. И я не знаю... и мама сказала, что, типа, вот ты выросла, вот как будешь самостоятельно жить, то тогда ты будешь покупать. И потом я очень быстро начала жить самостоятельно, и теперь у меня, как бы, традиция продолжается об этих ёлках и обо всём остальном. В основном, в последнее время я стала ставить только пихты, потому что пихты намного пышнее, намного интереснее, и у них иголки не колятся совершенно, и пахнет пихтой намного лучше, чем ёлка. Ёлка, она более худая, более высокая и более дешёвая. То есть у нас в Москве один метр ёлки можно было купить в этом году за 600 с чем-то рублей. Пихта же обошлась, по-моему, в полторы тысячи вот это вот. Ну да, по-моему, в полторы тысячи, просто я уже не помню, потому что покупала всё часа 21 декабря, что ли. Ну, давно, в общем. Один раз у меня была сосна маленькая, она такая была бракованная, я её купила, потому что у меня абсолютно не было денег. И я её тащила на себе буквально километра два, наверное, что ли, представляете? Она была ростом с меня, но она была такой полуоднобокой, то есть там на половину сосны не хватало веток, и мне её продали очень-очень дёшево, не так, как продают обычные сосны. Вот, но, честно скажу, ветви у сосны очень редкие, поэтому как-то она так, ну, смотрелась очень странно. Я знаю, что в разных городах России, например, там, в Сибири в основном ставят сосны. Это нормально, то есть у вас их много, и, ну, по географическому местоположению сосен у вас больше. Ну, вот, например, у нас они намного дороже идут, чем те же пихты. Вот, в отношении всяких украшений у меня всегда с этим какая-то проблема, просто колоссальная проблема. У меня вечно куда-то деваются игрушки ёлочные, вот, и мне приходится каждый раз их докупать. Я уже показывала это видео, рассказывала, что всегда-всегда есть ёлочные игрушки, их всегда не хватает. Но у родителей остались очень старые немецкие игрушки, оставшиеся после войны. И они настолько раритетные, что, ну, мы их просто так храним и никому не показываем. Возможно, может быть, уже в этом году, в 2017-м, я сниму отдельное видео, где я покажу и расскажу о них. Потому что там очень необычные фигурки, даже есть фигурки из машины. Как вы знаете, например, если сейчас все ёлочные игрушки делаются не бьющими себя, то есть можно совершенно спокойно так вот бросить шарик, и ничего не будет, он не разобьётся, то те игрушки немецкие, они все, они все сделаны как настоящие ёлочные игрушки, они очень хрупкие, и если они упадут, например, они разобьются. Потому что есть из хрусталя, есть из стекла, и есть ещё из какого-то материала, который тоже такой, знаете, ну, тоже бьётся. Но в основном все игрушки идут из стекла, просто они разукрашены. И по ним, ну, не скажешь так. И также шпиль тоже идёт из хрусталя. Вот, хрустальный шпиль, но я когда была маленькая, я разбила там часть его, и поэтому он такой, как бы, наполовину. Касательно Дедов Морозов, у меня был заказан очень крутой в этом году Дед Мороз, он не приехал с ЕБЭ. Вот, в общем, ждали-ждали, не дождались. Ну, это, видимо, почта подкачала, я не знаю, там, ну, как бы я никому не хочу винить, но дело в том, что у меня здесь должен был стоять Санта-Клаус, вот такого вот, вот такого вот размера, и он не приехал. У родителей же всегда были всякие Деды Морозы, всегда были какие-то, ну, такие, так скажем, красивые, очень красивые игрушки, которые ставились под ёлку, там, снегурка ещё была, ещё снегом мы посыпали таким, да, но вот. Но каждый раз, например, очень такой самый неприятный момент, когда Новый год заканчивается, нужно всё вот это говно просто убирать, то есть вот это вот нормально, вот это вот иголки, я не знаю, видно их или нет. То есть это всё вот, наверное, мне кажется, это самый большой минус праздника. А когда мне было 3-4 года, мне родители рассказывали, они ставили просто лапник домой, ну, чтобы мне не было такого страха, что такое дерево здоровое, и наряжали этот лапник. Вот, в принципе, и всё, что хотелось рассказать вам про ёлки. Я думаю, что у меня традиция продолжится с такими деревьями в квартире, вот. Но, конечно же, я знаю, что искусственные ёлки сейчас делают намного круче, они намного пышнее, их можно даже присыпать таким специальным снегом, знаете, такой снег продаётся, пшикаешь, и он попадает прямо на ветки, ну, красиво смотрится. То есть такого на реальной ёлке как бы, ну, не будет смотреться, и... ну, это не то. В отношении самого праздника Нового года хочу вам сказать, что вы просто молодцы, вы взорвали мой ВК поздравлениями, это было так круто. Я отсылала подарки некоторым из вас, то есть я выборочно... Не потому там с кем-то, с кем общаемся ВКонтакте, не я, не общаемся, просто так вот наобум, раз-раз-раз, и раскидывала подарки. Поэтому те, кто подарки получили, круто, те, кто не получили, я думаю, будет какой-нибудь или розыгрыш, или что-нибудь ещё, где можно будет тоже скинуть вам подарок в ВК, например. Что ещё по поводу Нового года, хочу сказать, то, что он запомнился именно в этом году мне своей неординарностью и спонтанностью, потому что тут в тот город, в который я хотела уехать, я не уехала, я уехала в другое прекрасное место, на котором надеюсь, что весной я сниму целый выпуск, потому что, интересно, здесь есть фанаты закрытой школы, кроме меня? Ну, а что касаемо новогоднего стола, то хочется сказать, что каждый год я делаю одно и то же. Я просто заказываю кучу с суши, сашими, всяких вкусностей, всё это привозят в пяти вечера, и, соответственно, ты ничего не готовишь, ничего не делаешь, но об этом я уже рассказываю в других видео. Так намного проще, так намного даже дешевле, потому что я уже считала и как бы просчитывала всё это. Действительно выглядит стол очень прикольно, ну, мне нравится, если честно, я не знаю, как вам, многие считают, что это неправильно, но я считаю, что 31 декабря нужно отдыхать. А готовить можно всегда, можно в течение года готовить, можно накрывать на столы, даже вне праздники, понимаете? А вот на Новый год хочется именно отдохнуть и выспаться, чтобы очень круто отметить Новый год и протусить всю ночь. Ну, это чисто моё мнение, оно, конечно, с вами может полностью не совпадать. Мне бы хотелось напоследок сделать такую необычную, такую странную зарисовку, кто как думает про мой Новый год. Каким мой Новый год представляют мои родители? Каким видит мой Новый год знакомые? Какой Новый год был у меня на самом деле? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И я надеюсь, что у вас Новый год прошёл очень хорошо, и то, что у вас всё получилось так, как вы хотели, то, что вы не грустили. А те, кто отметили его в одиночестве, ну, вы знаете, иногда тоже нужно уметь одному отмечать Новый год. Потому что for a long, я понимаю, что сейчас очень многие со мной согласятся, но по детству и юности это как бы нормально, поверьте, нормально. Те, кто отметили своими родителями молодцы, тоже, те, кто отметили в душевной и весёлой компании, тоже прикольно. Так тоже надо уметь отмечать, и это круто, и это весело. У меня тоже приходили гости на Новый год, но они очень быстро уехали там по своим делам. В общем, у меня новогодняя ночь была тоже очень-очень крутой, и я надеюсь, что у вас она была просто не лучшей. Если вам не сложно, можете даже в комментариях поделиться, у кого как прошла новогодняя ночь, потому что мне действительно интересно. Ну, либо не в комментариях, то пишите в ВК, я уже привыкла. Тихо! Я уже привыкла, то, что мне вы в контакт постоянно пишите что-то, и, ну, это как бы нормально, серьёзно. Поэтому пишите, куда хотите, о том, как у вас прошла новогодняя ночь. За этим я с вами прощаюсь, до скорой встречи, я очень рада, что мы с вами вместе, и у нас прям очень такой классный прирост получается, очень классный. Всех люблю, всегда ваша грамотажа, пока! Субтитры сделал DimaTorzok